Мы все с нетерпением ждем появления клубники. Очень жаль, что клубничный сезон длится недолго, но сегодня я вам расскажу сразу два рецепта, как сохранить ее свежей на зиму. Клубнику тщательно промываем в холодной воде, обязательно несколько раз меняем воду, затем делим ее на три части. Первую тарелку я складываю очень красивую и крупную ягоду и замораживаю ее целиком. Для этого хорошо промытую клубнику просушиваю и удаляю хвостики. Раскладываю на разделочную доску так, чтобы она не прикасалась друг к другу и отправляю в морозильник до полного замерзания. Затем пересыпаю в пакет и по возможности максимально удаляю воздух. И возвращаю в морозильник для длительного хранения. И можно в любой момент наслаждаться вкусной и свежей ягодой. Оставшуюся клубнику делю на две части. В первую тарелку кладу красивую, среднюю и мелкую ягоду, а во вторую некрасивую, перезревшую и примятую. Ее мы будем перетирать. Красивую отобранную клубнику всыпаем в любые удобные для вас емкости с крышками. Я использую пластиковые ведерки, а выберите то, что есть у вас. На один килограмм красивой клубники нам понадобится около 500 грамм клубники со второй тарелки. Всыпаем ее в чашу блендера и добавляем около 100 грамм сахара. Сахар в этом рецепте можно регулировать по вкусу или вовсе не добавлять. Взбиваем до однородной массы и заливаем ей целую клубнику. Накрываем крышкой и также отправляем в морозильник для длительного хранения. Очень вкусное и очень полезное лакомство готово. А в следующем видео я расскажу вам, как быстро приготовить невероятно вкусное варенье с целой ягодой или с кусочками клубники практически без сахара. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!